Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка И скоментует захование президента Дуды подчас внедрения дымисии Jarosławу Говинову. Отмувил встречу в четыре очи, засланировал себя вилочью зайти. Выпоминал вiceпремьерову встречу консультации с президентом. Могу, что не знаю, с кем он имеет отношения. Как pani это оценит? Я думаю, что пан президент, который сам забегал о это встрече, как бы показывал этот брак диалогу, на который в последних месяц очень важно и нарекали, что по другой стороне не ма воли до разговора. Пан президент, который сказал, что хочет разговаться, подал даже тематы, которые хотел бы порусить. И я думаю, что тут такая оценка этого захования пана президента должна быть более негативная, безусловно, на не подъятие этого диалога. Диалогу, который в этом моменте есть независимый, zwłaszcza при так контроверсийных проектах, с какими мы в последнем часе до членения. Мам на мысли тут kwestie податковые, czy kwestie związane с волностью медиум. Пани minister, это очень ласкава для пана президента. Я немного острейше сонды, думаю, что это был брак культуры, мувение публично перед камерами, что не знаю, кто перед ним стоит, какие-то такие оскаржения, не в прост под адресом пана Говина. Так что, думаю, что тут поведение, что это только брак диалогу, то есть очень лагодное потратование пана президента. Мам, думаю, что каждый ма свои внески, которые может вытянуть с такого, а не инного захования. Я тоже не jestem тут, не оценим этого в таких категориях, чи то культуры особистой. Бартий, chodzi тут о kwestии właśnie таких возможностей, разговоры, договоры о том, кака есть прошлость полиции. И тут в этом закресе забракло по-просто доброй воли. Но в связи с культурой особистой, то уже, потому что оставим observателям, важным observателям, захоронения пана президента. Паня министр, вчера Jarosлав Ковин опубликал лист, огласил, что будует широкий обуз центроправитовый, который не акцептует войны polско-полской, а не святого и cynичного поглебания подзялов. Какие конкретно за этим стоят? Кто конкретно найдет себя в этом обоце? То есть, публикując ультиматум, которое указалося jakiś час temu, ультиматум порозумения в kwestиях податковых, самородовых и волности медиум, говорили, что это будет такое кредо новой центроправитовый. И сейчас видим, что на сцене политичной есть место между двума największyми партами, которые занимаются от многих лет, то есть место на такую формацию центроправитовую. Формацию, которая будет презентировала консервативные wartoсти, но и одновременно такую liberalно-господарную формацию политичную. Главным замерзенем есть то, чтобы... Наша оценка есть такая, что в таком моменте развития потребует таких działań właśnie стимулирующихся этот развой, побуджающих господарки волностики, а не стрикте социалистичных. Мы себе на этот социализм, заражно с правой, как и левой стороны, мы не можем в этом моменте позволить, что наше государство есть государство, которое не имеет каких-то... Мы не jesteśmy Шкокиом, или страны скандинавским, с очень большими засобами натуральными, с очень большим богатством. На такие социализмы не можем себе позволить. Мы все время все развивать. И этот kierунок хотели бы мы взматривать. Видим, что заровно Платформа обладательская, которая очень мощно скрещала в лево, как и право и справедливость, в которых постулаты будут двое раз более социалистичные, не достичь так на правде правдивых вызваний нашего края. Ну, тут уже хвалилиśmy, Паня у министр, за поведение Полакам правды о этих социалистичных запэндах рząду Пана Моравецкого и за то заплатила Пани позицию в рюнде, такую вицеминстра. Но хотелось бы еще до этого листа премьера Говина и этой пропозиции будования шерской какой-то коалиции между этими двома улами, так скажем, немножко с поп-культуры. Такие постулаты, мы уже от давна гласимы, тут и президент Дуда, тоже что-то такое, когда он старался о реэкции, сказал, сейчас прежде всего улав парламентарных, czyli Коуа Полске Справы, посел Андрей Сощнеш, говорил тоже, что мыслал о таким поволании стоварисения и будовании чего-то между Писом, а платформой. И моё pytanie смерзает до того, czy это какой-то конкуренционный рух в stosунку до inicиatyвы właśnie Коуа Полске Справы, или же разом это робите? Коуа Полске Справы. Диалленность партии и Диалленность Коуа Полске Справы была очень спойна, была взбежна. Мы те самые планы, те самые wartoсти, которые хотели бронить. И не выражаю себе так на правду, чтобы мы не współpracовали и не поучили наших поселков в найближшем часе. То есть не то, чтобы со собом конкурировать, только чтобы именно особо о подобном подеществе, и подобных таких обсервакях ко до жизни общественно-политичного в нашем крае. Со собою конкурировать, что в ходе о том, чтобы właśnie współpracовать, чтобы будовать какую-то пласшисть на порозумение. И тут не ма абсолютно жадных ограничений, жадных барв партийных, которых не могли бы мы, что так поверь, прекроцить. Таким fundamentем и, конечно, составляем спорным будет поддержание этих самых консерватывных вартости и liberalизму господальчего. И тут выглядит на то, что на нашей сцене политической, мимо, что доминованной через два угрупования, такие места есть, и очень много людей разговаривающих такие поглоты. То еще хотелось бы запытать о здесь интересование, czy wsparcie медиум, потому что медиа ПИСу, телевизия publicзна припустили достаточно очень ниски атак на Паню Министер. Тут речник порозумения сказал, что скасовали то, но не имели honorу, чтобы, 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 попросить Паню Министер, как Пани ocенят действия медиум пастровых с наших пенедов, скереванные на торпедование какой-то критики, опозиции, будование чего-то нового обо КИСу? Ображание kobiet, а уже тем более ображание kobiet в политике, это чем-то абсолютно недопушцем. Если это еще в медиах publicзных, которые должны representать высокий poziом мерыторычный, но тоже обучай или моральный, то это должно быть зредизировано и очень 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 негативно. Problemом есть вытяжение konseксвенции, то значит в сегодняшних реалиях телевизии полиции, телевизии publicзной могут ображать ображительные слова против разных людей, потому что это не только kobи, но в этом случае тоже kobи, против посла на Сеиме Республики Польши, потому что Магдалена тоже была ображена. Впроведение нас до роли таких, уже не хочу использовать тех формула, которые там падают, но хотя бы асистенток есть просто прежавом, пробу такого образливого, но также уменьшивая нашу роль трактования наших осу. А так как если chodzi о действия промежутые ображания kobiet в политике, то это только зашкодом для политики в России и для нашей классы политической. Однако коби писал вольными медиами, реализуют данные политические, а в засаде можно сказать, что это такой видосказ политического нисшения конкуренции, нисшения посколькуных осуществ, в стране, в стране, в стране. И это ставит под dużым паком запитания в ogóle функционирование телевизии в нашем крае. Она всегда была уполитичнена, но в этом моменте это уже даже не говорит о уполитичнение этой телевизии. Это говорит о стандарты, которые она самому репрезентует, а те стандарты они, кстати, очень низкие. Паня министр, хотелось бы еще возвращать до этого листа, до этого, как бы, питания Ярослава Говина от этого огласения о этом обозе центроправитовом. Czy то есть так, что Ярослав Говин jako порозумение будет шукать поединческих послев, где-то, чтобы вылезать их о таких поглядах, как Пани wcześniej говорила, с других угрупований? Czy шукаете каких-то коаликей? Ну, не знаю, на przykład właśnie, говорили уже о Коле Полских Справ, але, ну, какие-то ПСЛ, не знаю, Рух Хоуровни, не знаю, Конфедерация. А я, чи больше шукатся с целыми партями, какой-то коаликей, или даже поединевых послев будете пробовать прийти? Декабельно, что мы сконцентрировали на будучии широкого блоку форматизм политических, Czyli raczej będziemy rozmawiać z kołami, z klubами parlamentarnymi, ze środowiskami politycznymi, bo też rozmawiamy ze środowiskami np. samorządowymi, tych konserwatywnych самorządовców, ale też nie tylko. Więc tutaj raczej budujemy na razie pewnego rodzaju społeczność, aniżeli будемо się koncentrować na wyciąganiu poszczególnych, поединczych posłów. Raczej nie taki jest nasz cel. Naszym celem jest budowa pewnego środowiska politycznego, które będzie godnie reprezentować poglądy części Polaków, bo głęboko wierzymy, że jest znaczna część Polaków, która ma takie tzw. centroprawicowe poglądy. A może nam Pani zdradzić, czy ktoś zgłosił już akces, zainteresowanie tą propozycją Jarosława Gowina? Tak jak powiedziałam, rozmawiamy z Kołem Polskiej Sprawy, rozmawiamy z Polskim Strodowiskiem Budowym, rozmawiamy z samorządowcami, ze środowiskami samorządowymi, tymi właśnie, które są dzisiaj tzw. niezależne, czyli nie są związane ani z PiS-em, ani z Platformą, więc to jest jakby ten trzon, na którym chcemy budować przyszłą formację polityczną. Pani minister, dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę. Będziemy dalej informować o postępach, o sukcesach właśnie w powstawaniu takiej nowej formacji centroprawicowej. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Miłego dnia.